Мы пользуемся деньгами каждый день, но знаем о них очень мало. Как появились бумажные деньги? Почему края монеты ребристые, а не гладкие? Вы знали, что однажды в США насчитывалось аж 8 370 типов валют? Знаете, почему мы больше не используем золото и серебро? Если изучить историю экономических кризисов от древности до наших времён, то можно научиться предсказывать будущее. На школьных уроках истории мы тратим сотни часов на заучивание бесполезных фактов, которые никогда не пригодятся нам в жизни. И вот мы практически ничего не знаем об истории денег, зато помним, что такой-то царь родился 900 лет назад, и сколько жён у него было. Именно поэтому мы подготовили для вас ещё один разбор книги о финансах. Она называется «Деньги. Правдивая история выдуманной валюты» Джейкоба Гольдстейна. В ней подробно описано развитие денежной системы сквозь века. Поехали! Деньги стали неотъемлемой частью нашей жизни, и порой кажется, что они существовали всегда. Но это не так. Деньги, какими мы их знаем сегодня, — это фикция. Миф, придуманный человеком. Многие считают, что их изобретение было спланированным и управляемым событием. Но об этом не может быть и речи, так как первое появление денег беспорядочно происходило в разное время в разных местах. Углубляясь в прошлое, мы видим, что первоначальная цель состояла в том, чтобы иметь возможность рассчитываться за товар, утверждённый денежной единицей. Однако невозможно найти корни происхождения денег, так как бартер между цивилизациями осуществлялся ещё задолго до изобретения письменности, или же эти рукописи попросту не дожили до наших дней. Бартер считают первой формой обмена между древними народами. Стоит отметить тот факт, что ранние цивилизации были в высшей степени самодостаточны. Они сами приготавливали пищу, занимались охотой и собирательством, поэтому как таковой нужды в бартере у них не было. В основном обмены совершались в религиозных или социальных целях. Представители одной деревни делали подношения соседям в знак доброй воли или же в качестве компенсации за ущерб. Возможно, даже за убийство. Или мужчина платил дань за то, чтобы жениться на самой красивой невесте из соседнего племени. А для проведения ритуалов жертвоприношения нужны были животные с определёнными характеристиками. Эти животные имели особую ценность, поэтому их можно тоже считать денежной единицей. И если для древних народов этого бартера было достаточно, то что произошло с появлением первых городов? С развитием цивилизации наступила путаница. Обмены совершались повсеместно. Их было труднее отследить и зафиксировать, а обмануть или ошибиться проще. Согласно автору, первая форма письменности использовалась не для написания сказок и мифов, а для введения бухгалтерского учёта. Поэтому первые писатели были не поэтами, а бухгалтерами. Более пяти тысяч лет назад жители Месопотамии учитывали долги с помощью глиняных жетонов. Их помещали внутрь полого глиняного шара. Один жетон означал, например, одну овцу. Если внутри шара было шесть жетонов, значит, он был стоимостью шесть овец. Затем систему усовершенствовали, и вместо жетонов на поверхности шара стали просто оставлять отметки. По мере того, как население увеличивалось, а города разрастались, вскоре и эта система ведения учёта устарела. На смену глиняным шарам пришли таблички. Первой валютой правителя Месопотамии стало серебро. Драгоценный металл был в дефиците, его было легко хранить и плавить. Однако городские жители всё ещё были самодостаточны и не признавали никаких денег. Тогда сборщики налогов стали взимать с них плату. Забирали часть урожая, имущество или даже конфисковали недвижимость. Великая и развитая цивилизация инков, например, вообще не нуждалась в денежной системе. Их правители говорили жителям, что и когда выращивать, а полученный урожай разделяли по установленному порядку. Золото же использовалось инками в целях религии или искусства. В Древней Греции тоже практиковали налоговые сборы и систему распределения ресурсов. Греческая цивилизация рухнула около 1100 года до н.э., а затем снова расцвела и стала так называемой колыбелью европейской цивилизации и демократии. Столь сложная социально-политическая система привела к необходимости внедрения денежной системы. Примерно в 600 году до н.э. в Лидии сегодня мы её знаем как Турцию, стали использовать золото. Лидийцы делали первые монеты из электрума. Это природный сплав золота и серебра. Естественно, когда об этом прослыли греки, то захотели такую же систему. Она бы значительно облегчила транзакции. С её помощью было бы проще обозначать ценность вещей. Это то, что было нужно развитому греческому обществу. В Древней Греции существовала агора — место для проведения общегражданских собраний, место, где ораторы выступали с речью, а народ слушал и обсуждал. С появлением лидийских монет торговля значительно возросла. Площадь агоры была заполнена торговцами. Сегодня слово агора в греческом языке — это существительное, означающее «рынок», и глагол, означающий «покупать». Появление монет произвело революцию в сфере труда Древней Греции. Если раньше рабочие трудились весь сезон или даже год и в качестве оплаты получали кров, пищу и одежду, то теперь в конце каждого рабочего дня требовали платы монетами. И если их не устраивало жалование, то работяга мог отправиться на поиск лучшего предложения. Что примечательно, китайцы изобрели монеты примерно в то же время, что и лидийцы. Вот такое вот историческое совпадение. Но это были не монеты в прямом смысле слова, а инструменты, которые имели символическую ценность — ножи, мотыги и лопаты из железа и бронзы. Их полноправно можно было назвать валютой. Эти предметы ценились в народе благодаря прочности, надёжности и полезности. Но всё же они были массивными, что затрудняло транспортировку. Поэтому в VI веке до н.э. китайцы стали производить мини-версии инструментов. Это изобретение способствовало росту китайской экономики за счёт увеличения количества торговых обменов. Экономика росла. С течением лет Китай стал великой империей, и теперь народу было не обойтись без ведения бухгалтерского учёта. Изначально для письма использовали бамбук и шёлк. Спрос на ценное сырьё постоянно возрастал, и китайцы искали более доступный материал для письма. А как известно, необходимость — мать всех изобретений. Поэтому вскоре евнух по имени Цай Лунь изобрёл бумагу. Бумага очень понравилась китайцам. Её стали использовать повсеместно. Изобретение сделало Цая богатым и знаменитым. В то же время в Китайской империи распространялся буддизм. Буддисты были вынуждены переписывать священные тексты снова и снова, пока один из монахов не изобрёл первую форму печати. Вместо того, чтобы переписывать текст, он решил нанести его на деревянный блок, затем обмакивать в чернила и отпечатывать на бумаге. Что касается валюты, транспортировка монет была проблемной и утомительной. Особенно необходимость перевозки сундуков на дальние расстояния. С появлением бумаги местные органы власти стали выдавать бумажные квитанции, обозначающие определённое количество монет. Примерно в 995 году н.э. у торговца из Чэнду, столицы провинции Сычуань, возникла отличная идея. Он брал монеты других людей на хранение, предоставляя взамен бумажную квитанцию, равную сумме вложения. Квитанции можно было расплачиваться при покупке товаров или использовать её для возврата монет из хранилища. Вскоре квитанции стали использоваться повсеместно и приобрели статус бумажных денег. Со временем хитрые торговцы начали печатать фальшивые квитанции, что привело к экономическому коллапсу, ведь теперь бумажные деньги не были подкреплены монетами в хранилище. В результате власти Китая решили монополизировать выпуск бумажных денег. Самые пронырливые предприниматели успели разбогатеть до отсутствия контроля, в период становления бумажной валюты. Вероятно, в 1200-х годах Китай был самой богатой империей и, несомненно, самой технологически развитой в мире. В XIII веке монголы под предводительством хана Хубилая вторглись в Китайскую империю и были поражены уникальным китайским изобретением. Как известно, монголы — народ кочевой, поэтому идея бумажных денег пришлась им по нраву. Простота в перемещении и использовании банкнот означала финансовое процветание. Хан создал новый тип бумажной валюты и вскоре вовсе запретил использование бронзовых монет. Теперь Хубилай мог напечатать неограниченное количество денег, чем он, собственно, и занимался. Стремление великого хана к власти привело его к осуществлению плана захвата нынешней Японии. После двух неудачных попыток Хубилай выделил средства на строительство лодок, способных доставить к японским берегам более 70 тысяч монгольских солдат. Бумажных денег стало так много, что в итоге правительство отказалось выдавать бронзу и серебро в обмен на купюры. Последовал новый экономический крах. Цены взлетели, началась инфляция. Однако экономика со временем стабилизировалась. Но даже после кризиса люди вернулись к использованию банкнот, несмотря на то, что бумажные деньги не были подкреплены ценными металлами. Да, это были просто бумажки, но теперь они функционировали как общепринятые деньги. В 1368 году Хун-У основал династию Мин и сумел вытеснить монголов на север. Династия искоренила монгольскую валюту и вернула в Китай более примитивную экономику, без торговой и денежной системы. Деревни были самодостаточны, власти придерживались старой перераспределительной налоговой системы. К 1400 году бумажные деньги полностью исчезли из Китая, и нация погрузилась в нищету. Три столетия спустя, в XVII веке, в Англии деньги стали причиной катастрофы. С тех пор, как изобретение дошло до Европы, многие пытались извлечь из монет золото или серебро, отрезая маленькие кусочки. В результате монеты потеряли номинальную ценность, и недоверие возросло до такой степени, что торговцы начали взвешивать монеты. Денег в Англии становилось всё меньше. Ситуация усугубилась, когда цены в Европе настолько отличались, что народ вёз английские монеты в Париж или Амстердам, чтобы совершить выгодный обмен. Власти нашли решение. Монеты стали выпускать с ребристыми краями. Это позволяло легко заметить отрезанный край монеты. У большинства современных монет тоже ребристые края, хотя отрезать их никто не собирается. Драгоценных металлов там нет. Также примечателен цвет монет. Их до сих пор выпускают в золотом и серебристом цвете, как бы подсознательно создавая иллюзию ценности. Ведь в современных монетах нет ни грамма, а золота или серебра. Вернёмся в Англию XVII века, потому что история с монетами на том не закончилась. Английские ювелиры нашли лучшее решение финансовой проблемы. У них были свои запасы золота, поэтому им было проще всего переквалифицироваться в банкиров. Люди несли драгоценности к ним на хранение, а в обмен получали бумажную квитанцию. Далее полученный чек можно было использовать для покупки или продажи вещей, совсем как в Древнем Китае. Но алчность сгубила банкиров-ювелиров и в этот раз. Количество выписанных квитанций в разы превышало реальные запасы драгметаллов. Банкноты, не подкреплённые золотом, вошли в обращение. Грубо говоря, за простой кусочек бумаги можно было что-то купить или продать. Вскоре квитанции заполонили Англию и стали общепринятой валютой. Ювелиры решили вопрос нехватки денег, но создали новую проблему — проблему фальсификации. И если бы все англичане разом кинулись и потребовали своё золото назад, то ювелиры бы лишь развели руками. Так и случилось. Народ был крайне недоволен, и толпы людей вломились в ювелирные лавки Англии с требованием вернуть золото. Обман был раскрыт. Многие банкиры оказались в тюрьме, другие обанкротились. Англичане потеряли доверие к денежной системе и правительству в целом. Много лет спустя английское общество приняло решение, которое одновременно отвечало интересам государства и народа. Идея была выдвинута шотландским экономистом Джоном Ло. Примечательно, что он был выходцем из семьи банкиров-ювелиров. Идея Ло заключалась в том, чтобы поднять экономику за счёт внедрения автономных банкнот, которые бы изначально не были подкреплены золотым запасом. Идея приглянулась французам, и в 1716 году он основал первый банк под названием «Банк-Женераль». Банкноты вошли в обращение, и в разгар экономического кризиса это было глотком свежего воздуха. Денежные обороты и количество сделок возрастали, занятость населения и прибыль увеличивалась. Затем правительство побудило использовать банкноты Джона Ло для уплаты налогов. В этот момент бумага официально стала деньгами. Да, когда люди называют что-то деньгами, значит, так оно и есть. Создавалось впечатление, что денежные ресурсы безграничны. Спрос на акции европейских компаний взлетел до небес. Растущий спрос повлек за собой увеличение цен. Затем последовала одна из величайших денежных спекуляций в истории. Именно в этот период появилось слово «миллионер». В итоге финансовый пузырь лопнул. Люди вновь потеряли деньги, что повлекло за собой очередную волну недоверия. На протяжении двух столетий идея фиатных денег и банковской системы отвергалась обществам, и люди вновь вернулись к старой системе драгметаллов, подкрепляя деньги золотом и серебром. В 1820-х годах в Соединённых Штатах насчитывалось 8 370 видов денег. Каждый банк выпускал собственные бумажные банкноты, подкреплённые золотом и серебром, но не стандартизированные правительством. Да, их можно было отнести в любой банк и поменять на драгметаллы, но нетрудно представить, какую путаницу это за собой повлекло. Представляете, если бы вы были торговцем, и к вам приходит покупатель с банкнотами Деда Мороза, вы бы продали ему свой товар. По этой причине власти США решили утвердить унифицированную валюту на территории всей страны. Изначально доллар был подкреплён золотым запасом, но люди не вынесли урока из ошибок прошлого, и история повторяется снова и снова. В 1971 году президент Никсон разорвал связь доллара с драгметаллами. Вновь вошли в обращение ничем не подкреплённые бумажные деньги. Это поворотный момент в истории, ведь теперь, подобно хану Хубилаю, власти США могли печатать деньги в неограниченных количествах, не опираясь на золотой запас. Для народа это означало, что с каждым годом деньги будут терять свою ценность. Итак, какие выводы можно сделать из всей этой истории? Во-первых, деньги — это универсальный инструмент. Возможно, изобретение денег было важнее изобретения электричества, самолёта и автомобиля вместе взятых. Мы принимаем их как нечто само собой разумеющееся, но именно благодаря деньгам мы больше не живём в маленьких деревушках и не охотимся на дичь для того, чтобы выжить. Во-вторых, деньги — это нехорошо и неплохо. Это нейтральный объект, как автомобиль или смартфон. И именно люди придают деньгам эмоциональную окраску. Третий вывод. Деньги — это то, что мы ими называем. Если все мы решим запустить в оборот банкноты с Томом и Джерри, то это станет официальной валютой. Просто потому, что мы так договорились. Когда-то именно так появились биткоины. Люди просто решили внедрить новый вид валюты. Четвёртый вывод. Внедрение фиатных денег, не подкреплённых золотом и серебром, всегда выливается в инфляцию и экономический хаос. Это видно на примере истории Китая, Монголии, США и множества других стран. Исход всегда одинаков. Ни одна подобная фиатная валюта не выдержала проверку временем. Со временем все фиатные деньги возвращались к своей номинальной стоимости. Нулю. Вывод пятый. Бумажные деньги успешно применяются в обществе, если их ценность не раздута искусственно. Короли, императоры и президенты не могут устоять перед желанием печатать собственные деньги. Денег в обороте было всё больше, а их ценность становилась всё меньше. Взгляните на свои накопления сегодня. Какова их реальная ценность? Вывод шестой. Сегодня все валюты мира являются фиатными. Ни одна из валют не подкреплена золотым запасом. Это означает возможность свободного печатания денег и инфляцию. Вывод седьмой. История имеет особенность повторяться? История повторяется уже сегодня. Если бы на уроках истории нам рассказывали о финансовом крахе Китая, Монголии, Англии и США, то желание печатать деньги у многих пропало бы само собой. Хотите узнать о деньгах больше? Вот наш плейлист. Смотрите немного лучше и становитесь немного лучше с каждым днём.